Здравствуйте, дорогие друзья! Мое имя Басан Захаров, я историк, основатель музея уникальная Калмыкия. Кстати, приходите в музей, уверен, что вы узнаете много нового о своей истории и культуре. Музей находится в центре Элисты, в развлекательном центре Урала. Правда, в связи с пандемией мы работаем нерегулярно, поэтому предварительно звоните по телефону 8 905 409 46 13. Ну а сейчас мы продолжаем цикл видеолекций «Калмыкия и Россия. История партнерства». От всей души благодарю всех, кто посмотрел первую довольно длинную лекцию о приходе айратов на Волгу. Это был мой первый опыт видеолекции. Спасибо огромное за лайки, комментарии, как в общий чат, так и в личку. Лекцию посмотрели более тысячи человек в ютубе и примерно столько же в социальных сетях. И если раньше я лишь догадывался, что нашими людьми востребована альтернативная официальная наука версии истории, то теперь знаю, что так это и есть. Хотя, честно сказать, альтернативная версия звучит не совсем правильно. На самом деле, наш вариант и есть правда, с которой трудно или даже невозможно спорить. Айраты пришли в эти степи как завоеватели, и у них не было единственного желания защищать южные и юго-восточные границы России. Такая версия могла появиться только из рабского либо имперского сознания. Как бы там ни было, с реальной историей она никоим образом не согласуется. И я надеюсь, в лекции я убедительно представил все исторические факты. Айраты – это свободолюбивый народ, имеющий уникальную и глубокую культуру, самодостаточный, имеющий древние корни государственности, письменности, опыт построения империи и просто глупо сводить весь исторический отрезок существования калмыцкого ханства исключительно к охране рубежей чужого, в общем-то, государства, хоть и союзника. Я рад, что правдивый взгляд на нашу историю нашел отклик и намерен продолжать данную просветительскую деятельность. Следующая лекция называется «Как калмыки Россию спасли». Она посвящена экспансии айратов на правый берег Волги, к степям Северного Кавказа, Дона и участию в русско-польской войне 1654-1667 годов, которая вполне могла кончиться для московского государства весьма и весьма плачевно, если бы не наши предки и их верность своему слову. Вы узнаете о боевой тактике, об интересных фактах военной деятельности айратов, о том, почему у айратов было абсолютное боевое превосходство и как айраты повлияли на военное искусство тех лет. В общем, если вы никогда не слышали о царском почетном короле одетого и вооруженного по-калмыцки. Если хотите понять, почему айраты словно нож в масло вонзались в армии грозных для европейцев, нагайских, крымско-татарских, турецких и польских армий, и зачем вообще они пошли на эту войну. Если вы хотите узнать о влиянии айратов на воинское искусство сильнейших армий Европы, если хотите понять, кто поставил точку в той долгой и изматывающей войне, то прошу в гости на мой канал Басан Захаров. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Пусть как можно больше людей познает собственную историю без официозных политических клише и стереотипов. Комментируйте, задавайте вопросы, по возможности буду отвечать, а если кратко ответить будет трудно, то возможно, посвятим ответам отдельный эфир. Всем спасибо за внимание Белой дороги и никогда не забывайте, кто вы есть, кто ваши предки. Помните, что мы сегодняшние являемся предками будущих поколений, и пусть им будет не стыдно за нас. Друзья, ну а я вас жду в четверг 19 ноября в 18 часов на ютуб канале Басан Захаров. До встречи! Команда канала ЗАН онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо! Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.